Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин и мы продолжаем знакомиться с точкой V67GIN И сегодня наша лекция о том, что данная точка V67 является тонизатором своего собственного меридиана А именно меридиана мочевого пузыря и органа мочевого пузыря Для чего нам это нужна информация? Прежде всего, если у человека есть проблемы с мочевым пузырем, слабости, вялости, атонии И, скажем так, недееспособности данного органа и меридиана То через точку V67 мы можем повлиять сразу на меридиан мочевого пузыря и на орган мочевого пузыря Когда это необходимо делать? Либо приведите пример, вы скажете, пожалуйста, привожу пример Человек пережил инсульт И инсульт, как я со своей колокольной говорю, ударил человека не на руки, а на ноги И, конечно же, после инсульта повреждаются очень много ножны и меридианы Один из них, который чаще всего порождается, я из своей практики скажу Меридиан мочевого пузыря И у человека, конечно же, наступает вялость, слабость У человека, скажем так, просто таскает за собой ногу, передвигает ее То есть меридиан мочевого пузыря практически стал слабым Что мы можем сделать с помощью точек акупунктуры? Мы можем повлиять на него и потихонечку его восстанавливать Через точку V67G Вот так просто? Да, так просто Тяжело не лениться с этой точкой работать Вот это у нас у людей очень тяжело Потому я всем желаю не лениться, а иногда воздействовать профилактикой с данной точкой И она вам ответит тем же Спасибо за внимание С вами был доктор Константин Продолжение следует...